так вот вернулись к исходному состоянию теперь рассмотрим второй вариант как установить реверс чтобы ничего не скрипела чтобы все работало правильно для этого нам необходимо будет заменить шкив редуктора ролик натяжной переднего хода по шкиву двигателя расскажу отдельно давайте сейчас для начала заменим шкив редуктора и натяжной ролик стопорное колечко снимаем аккуратно не теряем снимаем шкив здесь шпонка шпонку также не теряем мы пока сюда положим чтобы не потерялась так шкив шкив по шкиву вот купили мы в магазине вот такой шкив он идет от мотоблока каскад mb1 либо от мотоблока к в чем разница это не вовский шкив это старого образца шкив разница в том что у не вовского шкива два ручья оба идут клином у предлагаемого нами шкива один ручей идет клин это под передний ход другой ручей идет прямоугольный прямоугольный что ли как раз ремень обратной своей тыльной стороной сюда ложится идеально с мотоблока каскад подходит с мотоблока мотоблок а к каскад целина форза первые модели мотоблоков у них у всех вот такой луч луч что же да у них у всех вот такой шкив его именно его мы и установим посадочный диаметр здесь по моему идет на 20 то есть он у всех идет стандартный вал редуктора усею все линейки мотоблока него идет стандартный кроме мульти агро на мульти агро там свои размеры на мульти агро реверс в принципе не устанавливаться стопорное кольцо всегда интересно стоять она бывает улетает потом его найти невозможно так поставили сейчас меняем так это у нас ничего меняем вот этот ролик объясню для чего мы меняем ролик переднего хода ведь осталось на него изначально установлен ролик широкий он идет широкий он рассчитан по два ремня то есть для чего это нужно для чего он такое устаналь�еливаться у нас можно на не переключать передачу то есть это для трава для больше огородных работ скажем так когда ремень стоит здесь когда ремень установлены в этот ручей и больше для транспортных работ так как у него сил уменьшается но скорость по быстрее он по интереснее бе готовить это для транспортных работ и этот ролик он как раз рассчитан рассчитан 2 ремня чтобы зажимать оба ремня то есть здесь мы ремень перекинули и на большом счете времени перекинули в данном случае нам это не надо и чтобы этот ролик у нас не зажимал параллельно еще ремень заднего хода когда мы на передний ход будем нажимать у нас будет зажимать примень заднего хода будет получаться swiss moto блок может стать и никуда не ехать мы его снимем и заменим его на ролик заднего хода он уже идет этот мы снимаем устанавливаем вот этот диаметром он больше немножко то есть не существенно но побольше особо разницы нам это никакой проблем никаких не составит шкивы мы установили шкив редуктора ролик ролик натяжения переднего хода сейчас мы установим ремень ремень установим ремень так 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 а вот тут маленько поспешили не надо было полностью устанавливать шкив сейчас будем снимать его надо было вначале одеть ремень а потом установить шкив так облегчило бы работу шпоночку напоминаю еще раз не теряем вот она у нас родная так пасу оставим и одеваем и он у нас не подходит не подходит что для этого надо когда ремень короткий не подходит ослабляем 4 болта крепления двигателя двигатель смещаем и все у нас один так болты болты открутили теперь двигаем двигатель пододвинулся и одеваем все мы одеваем какой все все у нас оделась сейчас полночку оденем ой шпоночка говорю стопорное кольцо стопорное кольцо одели все тут у нас все стоит ремень слабина у него есть то есть он не пойдет важный момент чтобы все три шкива были у нас в линии то есть мы двигатель ослабили двигатель у нас вот так вот теперь ходит нужно выставить все в линию по линеечке или на глаз или по линеечке но я вот выставил на глаз за это будете меня судить коричь когда ролик переднего хода находится в нижнем положении натяжка ремня должна отсутствовать то есть должен быть свободный ход у ремня иначе сразу заведете он сразу ну как скорость ключ чего сразу поедет здесь у нас слабина есть когда педальку нажимаем у нас об все затягиваться все затягиваться но свободном состоянии должна быть обязательно отсутствовать натяжка должна быть обязательно отсутствует натяжка гениально сейчас когда мы устанавливали шкив у нас не хватило длины ремня мы просто взяли пододвинули двигатель но двигателя бывают разные от шести с половиной лошадей до 10 можно случиться такая ситуация что не хватит шкиру двигатель может там какой-то ямаха не ямаха я не знаю и у него вал получается коленвала расположен будет дальше допустим и когда вы двигатель пододвинете ближе у вас все равно ремень будет натянут для этого есть еще один выход из ситуации за место этого шкива мы ставим вот такой вот шкив чугунный хорош они алюминиевые чугунные суть в чем у него все три ручья они одинакового диаметра на этом же шкиве ручей переднего хода он как раз диаметром больше то есть если у вас ремень после замены шкива редуктора ремень не можете установить он короткий является смещаем двигатель если после того как двигатель сместили ремень все равно не можете установить все равно короткий ставим вот такой вот шкив за место вот этого родного шкива за счет того что диаметр меньше здесь диаметр больше здесь диаметр меньше у вас появится дополнительный размер то есть длины длины ремня в любом случае хватит но имейте ввиду что диаметры посадочные они разные до 7 лошадей здесь идет посадочный диаметр два шкива идут 19 20 то есть если у вас двигатель 6 по лошадей или 70 или 7 лошадей у вас скорее всего здесь диаметр либо 19 либо 20 миллиметров если у вас двигатель 8 9 10 лошадей в данном случае 10 лошадей посадочный диаметр здесь идет 25 миллиметров вот устанавливаться он просто сейчас мы вам это покажем откручиваем болтик шкив также у нас сидит на шпонке шпонку не теряем здесь дополнительное кольцо это снимаем вот смотрите какая разница это родной ниловский это ручей переднего хода этот шкив у нас меньшего диаметра идет принципе он даже лучше потому что в данном случае он чугун и ремни не так изнашиваются на бюральках ремни быстрее изнашиваются лучше конечно иметь головки ключом рожковым не очень удобно но мне лень идти за головками вот теперь смотрим что у нас ремень стал велик сейчас придется опять откручивать двигатель и отодвигать его назад сидишь так бывало не знаешь чем заняться и думаешь дай-ка я шкив поменяю двигатель туда-сюда подвигаю делать же не хрен а можно точно такой же купить но с диаметром 20 миллиметров и поставить его сюда в огороде он будет бесполезен при строге не ремни будут гореть но зато когда страница что один к одному передача будет сколько у меня оборотов я даже не знаю в общем нормально гонять бы хочу ездить что его по трассе с прицепом гружены хотя мотоблок по скорости километров 60 в час тут обязательно шлеме веста спорт же есть почему бы ктз спорт не было кстати зря это сказал чувствую попробуем это реализовать ну вот двигатель мы отодвигаем и у нас ремень уже преднатянут нам нужно его все-таки ослабить маленько слабину даем чтобы он сразу у нас не поехал ну и также выставляем соосность всех шкивов а интересно вот это пробовал установить за место шкива редуктора вот этого большого красного шкив меньшего диаметра что я ни разу такое не видел надо попробовать все собрали все работает все выжимает сейчас устанавливаем непосредственно сам реверс если в первом варианте мы устанавливали ремень типа 1500 то во втором варианте типа 1500 то во втором варианте мы устанавливаем ремень вот такой типа 1450 но это на мотоблок мб-23 то есть на двигатель 10 лошадиных сил на двигатель который идет 6 полный лошадиных сил там идет стандартный ремень для каскаду он по-моему то ли 1350 или 1400 ремень мы выворачиваем устанавливаем его как положено сюда вывернута тыльной стороной все пусто нет пружину возвратную установили закрутили смотрим теперь мы поменяли шкив редуктора мы заменили ролик натяжение переднего хода и в данном случае мы заменили шкив самого двигателя можно было его и не менять но если повторюсь натяжение переднего ремня не хватает точнее ремень кажется что он коротким им тогда в таком случае меняем ролик ну и все будем пробовать заводить сейчас заведем попробуем так как сейчас вы увидели что он сам едет то есть скорость включил в принципе дернулся я маленько проехал а потом он сам поехал с чем это связано это как раз связано с тем что у нас ремень все равно сильно преднатянут переднего хода его надо еще ослабить для того чтобы его еще ослабить опять откручиваем двигатель и смещаем его сторону редуктора к сожалению другого способа как отрегулировать преднатяг ремня переднего хода я не знаю если может быть кто в курсе подскажите но я вижу только таким образом то есть мы быстро выставили примерный зазор завели включили скорость если мотоблок сам не едет тогда все в порядке а вот если он сам начинает ехать тогда это ненормально когда надо двигатель снова откручивать и смещать в сторону регистра в принципе в принципе это нужно выставить только один раз до изначально вы потратите время на это не 10 минут побольше зато настроив один раз потом можете ездить весь сезон у вас вам представлять это проблем не будет ремни изнашиваться не будут все будет четко работать ничего свистеть и петь тоже не будет я считаю на того стоит все закрутили пробуем заводим включаем скорость и смотрим куда у нас поедет так-так-так-так-так ну что сказать даже не все получилось что мы сегодня с вами сделали сегодня мы с вами установили реверс заднего хода на мотоблок него в 23 связки с нашим адаптером ктз а мы заменили ряду ваша редуктор грешки в редуктора большое самое основное мы заменили ролик натяжения переднего хода ну и также заменили еще шкив непосредственно двигателя но его опять же тоже можно менять можно не менять зависит от ситуации от какой ситуации зависит я уже вам говорил в самом видео после данной установки данной адаптации скажем так все работает без нареканий ремни лежат там где должны лежать всем своих все на своих местах скажем так ничего не свистит ничего не скрипит ремни не изнашиваются я считаю это самый такой качественный вариант поэтому друзья оставляйте свои отзывы комментарии по данной доработки может какие-то у вас вопросы возникли может какие-то у вас своя у свое мнение скажем так на это есть не забывайте подписываться на наш канал ставьте лайки ну и до новых встреч всем пока